друзья всем привет спасибо что заглянули на мой канал записываю очередное видео и в нем я с вами хотел бы поговорить на тему смарт-тв тема умных телевизоров сейчас достаточно популярна ассортимент умных телевизоров в продаже множится с каждым днем а так скажем не умных телевизоров постоянно уменьшается наверняка вам уже доводилось сталкиваться с умными телевизорами это новое устройство фактически являющиеся компьютерами в форм-факторе телевизора с поддержкой всех его возможностей преимущественно нацеленных на поддержку развлекательных медиа исключая наконец вовсе потребность человека в обычном телевидении звучит неплохо правда а вот в реальности функционал смарт-тв от некоторых производителей настолько убог что его использование не вызывает у пользователя ничего кроме дискомфорта да и относительно реализации начинки у производителей смарт-тв явно нет общего мнения маленькая справка на данный момент бессменным лидером среди смарт-тв являются телевизоры от samsung с их фирменным интерфейсом смарт-хаб прежде всего это обусловлено огромным количеством приложений доступных в интернет-магазине samsung apps удобство использования также на уровне интерфейс быстрый и понятный а поддержкой видео форматов не разочарует даже самых заядлых киноманов пульт стал миниатюрнее и приобрел благородный изгиб получив название смарт-контрол в зависимости от телевизора он бывает металлическим пластиковым со стилизацией под металл и просто пластиковым от тачпада samsung отказались вместо него появились кнопки направления и центральная кнопка подтверждения если к этой кнопке приложить палец то пульт превращается в указку помимо есть и мультиоконный режим с масштабируемыми окнами можно например смотреть футбол в одном окне и читать реакцию болельщиков твиттере в другом помимо этого ваше портативное устройство может выступать в роли пульта для этого необходимо установить соответствующее приложение также ваш смартфон или планшет может выступать в роли геймпада для игр при запуске смарт хаба снизу открывается меню в виде плитки с недавно использованными приложениями последним просмотренным телеканалом и последним использованным источником в самом конце иконка очистить список удаляющая историю запуска приложений слева анимированная плитка специальные при запуске которой откроются все установленные приложения магазин приложений удобно структурирован по категориям приложений много самых разнообразных от игр до онлайн кинотеатров а если вам их количество покажется недостаточным что маловероятно то есть также и возможность устанавливать сторонние приложения еще один гигант в сегменте смарт-тв это телевизоры производства компании LG по сути данные телевизоры являются основным конкурентом смарт-тв от самсунг практически не уступаем в количестве приложений и всеядности в плане видеоформатов в 2012 году компания LG совместно с tp vision или же philips решили унифицировать платформу умных телевизоров создав альянс смарт-тв к которому позже присоединились Panasonic и Toshiba тем не менее такой шаг не особо отразился на функционале смарт-тв у вышеперечисленных производителей за исключением собственно самого LG можно смело сказать что функция смарт-тв у телевизоров philips и toshiba сделана скорее для галочки нежели для реального использования это выражается в малом количестве сервисов в медлительности интерфейсов и в ограниченности поддержки различных видеоформатов корпорация гугл со своей стороны считает что ядром идеального умного телевизора должна быть разработанная ими ос android tv анонсированная в 2014 году конечно же с точки зрения числа приложений андроиду нет равных это ос сейчас на пике популярности однако во многих реализациях смарт-тв с android tv на борту операционная система получается очень сильно урезанный серьезно ограничивающий перечень допустимых к установке приложений из google play market соответственно можно сказать что LG считает что ядром идеального умного телевизора должна являться их собственная веб-ос появившаяся на свет в далеком 2009 году samsung другого мнения видит ядром идеального умного телевизора собственную ос tizen появившуюся в 2012 году являющийся наследницей операционных систем mego и bada во многом похожую на веб-ос от LG мы же с вами являемся свидетелями битвы производителей на поле боя операционных систем на первый взгляд может показаться что можно выбрать любой твс любой ос и не остаться в итоге в накладе но если быть немного хитрее то не сложно догадаться что в любой битве рано или поздно появляется победитель либо устанавливается некоторое равновесие нескольких победителей если вы сделаете неправильную ставку то рано или поздно вы окажетесь на руках с устаревшим устройством поддержку которого производитель остановил связи с низкой рентабельностью продолжения этой поддержки такое уже было например с ос для смартфонов а например в части операционной системы bada samsung разработка которая в итоге была полностью приостановлена а свои усилия samsung в итоге переключил на tizen согласно статистике количество проданных умных телевизоров выросла с 52 миллионов в 2011 году до более чем 100 миллионов 2016 и так как же должен выглядеть идеальный умный телевизор и на какой платформе или операционной системе он должен быть построен к сожалению сейчас продажи остается все меньше не смарт-тв конечно понятно что производить выгодно именно умные телевизоры ведь их главное отличие от смарт-тв в цене аппаратном уровне отличия умного и не умного телевизора весьма и весьма незначительны а учитывая крайне неудачную реализацию этой самой умности телевизора у многих производителей пользователям все равно приходится обзаводиться внешними тв приставками или медиаплеерами поэтому если вы не любите переплачивать то возможно стоит приобретать и вовсе комплект из глупого телевизора и отдельно к нему умный тв приставки этот вариант легко позволит вам сэкономить пятнадцать двадцать тысяч если же вы все-таки берете умный тв то видимо имеет смысл рассматривать предложения от компании samsung lg либо телевизор на не урезанной операционной системе android лично мой выбор это именно не умный телевизор с дополнительной тв приставкой в чем преимущество данного решения приставка также как и компьютер имеет определенный жизненный цикл за несколько лет приставка успевает морально устареть в случае если у вас smart tv и начинка вашего smart tv морально устарела у вас только один выход это производить полную замену всего smart tv в случае с не smart tv и тв приставкой либо медиа плеером все гораздо проще вы просто покупаете более современную приставку стоимость которой в среднем варьируется от двух до пяти либо десяти тысяч в зависимости от количества наворотов кроме того у тв приставок и медиа плееров операционная система android зачастую оказывается урезана не очень сильно и количество приложений доступность для установки по умолчанию достаточно велико конечно удручает то что количество не smart tv начинает уменьшаться однако если задуматься то здесь есть еще более существенный ресурс для сокращения ваших затрат на просмотр тв с помощью тв приставки на сайтах бесплатных объявлений таком как авито достаточно большое количество предложений по продаже так скажем уже устаревших в данное время не smart tv однако цены на них весьма и весьма демократичны соответственно если перед вами стоит задача приобрести smart tv либо комплект не smart tv приставку вполне можно попробовать уложиться 1015 и получить на выходе решение ни капельки не уступающие по возможностям какому-нибудь современному smart tv 1060 в общем как вы уже поняли мое отношение к smart tv весьма и весьма скептическое я не считаю изобретение smart tv а по факту и чью-то гениальную идею взять внешнюю тв приставку запихнуть ее внутрь корпуса телевизора чем-то выдающимся что же вот такого мнения я придерживаюсь буду сворачиваться вам спасибо за просмотр данного видео не забываем если вы покупаете что-либо на просторах интернета использовать кэшбэк сервис для того чтобы возвращать часть от потраченных средств тот кэшбэк сервис который использую я и рекомендую ссылка на него будет в описании все друзья всем счастливо пока